Делия Мьюзик Делия Мьюзик Делия Мьюзик Делия Мьюзик Делия Мьюзик Делия Мьюзик Рот Эванс. Вокал. Глен Хьюджис. Бас, вокал. Том Болин. Гитара. Джон Лорд. Клавишник. «Дип Пепл» — это была любимая песня бабушки Ричи, по-моему. А вот и весь потаенный смысл. В общем, всплыло это словосочетание и показалось нам хорошим названием для группы. Ничего мы этим не хотели сказать. Мы даже не знали, к примеру, что так назывался определенный сорт ЛСД, который тогда продавался в Штатах. Правда, ничего подобного, клянусь, мы не знали. Мы не психоделическая группа. Мы группа... так, скорее, под пивко, стаканчик виски. Ну, кокаин, может быть. Я проработал профессиональным музыкантом где-то года 2-3, может, 4, и встретил парня, барабанщика из Сёчерс. Помните что-то типа ранних Мёрси Бит? Его звали Крис Кёртис. Нас познакомили, это был 67-й год. Самые махровые 60-е. Все носили кафтаны, колокольчики, бусы, бисеры, прочие феньки. Конечно, всё это было и у меня. Стояло великолепное лето, потрясающее. И он собирал группу с названием «Раунд Эбаут». Ядро команды должны были составить он, как барабанщик и вокалист, и я, как клавишник. Ещё он откопал в Гамбурге какого-то великого гитариста по имени Ричи Блэкмор, который играл тогда в группе «Три мушкетёра». Ричи Блэкмор, гитарист. Я хорошо помню, с 65-го года я был в Германии, и там играл в группе под названием «Три мушкетёра». Мы прыгали по сцене в костюмах мушкетёров, фехтовали мечами и тому подобное. Такая вот была группа. Но работали, не напрягаясь, думаю, по концерту в год. Потом Крис Кёртис куда-то исчез. Никто не знал, что с ним случилось. Думаю, он переусердствовал в деле изменения сознания. ЛСД и прочие препараты были слишком доступны в 60-е годы. И я решил, ладно, будь что будет, поработаю пока сессионным музыкантом. И вдруг мне приходит телеграмма от одного парня, Тони Эдвардса. Дескать, если ты хочешь в группу, есть возможность для твоего участия. Позвони мне. О, спасибо, спасибо, подумал я, позвонил ему. Но оказалось, что он не имеет совершенно никакого представления, что он хочет сделать, кроме самого желания что-то сделать. Он позвонил Ричи. И в декабре 1967 года произошла наша встреча. Мы с Ричи нашли общий язык очень быстро. Он пришел с акустической гитарой, ну и показал пару задумок. Я стал подыгрывать ему на электрическом пианино. И так мы импровизировали в течение двух-трех часов и сочинили несколько вещиц, которые потом вошли в первый альбом. И решили, что мы будем это делать. Нашим басистом стал Ник Симпер. Мы играли как сессионные музыканты с группой Flower Potman. Ян Пейс, барабанчик. У меня была группа, мы играли в Гамбурге. У нас был трехнедельный забой в тамошнем клубе Star. А Ричи в то время тоже жил в Гамбурге. Ему понравилось, как я играю. И он подошел как-то ко мне и сказал, «Отлично, стучишь». Когда мы отработали по контракту, он еще оставался в Гамбурге, а мы с группой уехали в Англию. Через год наш вокалист Рот Эванс перешел в Deep People. Ричи вспомнил про меня и сказал, «Слушай, Рот, почему бы не позвать твоего барабанщика?» И Рот сказал, «Думаю, он будет не против». Брюс Пейн, менеджер Deep People. Ранний Deep People — это сочетание гитарной техники Ричи, клавиш Лорда и ритм секции Яна. Его стиль безошибочно угадываешь. В смысле, всегда знаешь, в этой песне стучит пейс, его ни с кем не спутаешь. Обычно барабанщики не особенно выделяются. За исключением, может быть, Джона Боннэма из «Лед Зеппелин». У Яна свой особый звук. Рот Эванс немного походил на Тома Джонса. Энгельберта Хампердинга. Но мы придумали ему правильное обрамление. Таков был первый состав группы. Автор песни «Хаш» — Джо Саус. В Штатах ее исполнял Билли Джоэл, по-моему. «Хаш» попал в нижние строчки хит-парада. Песню часто крутили в ночных клубах, на дискотеках. Потом ее подзабыли, и мы записали свою версию. К нашему большому удивлению, в Америке песня вошла в десятку хитов. «На-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на-на Продолжение следует... 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 И мы стали двигаться вместе к новым горизонтам, которые указал Ричи. Тогда стало ясно, что Рот и Ники не те музыканты, которые помогут нам добраться до цели. Роджер Гловер, бас-гитаист. Мы с Яном Гиллэном играли в группе под названием «Шестой эпизод», с 65-го по 69-е годы. У нас сменилось несколько барабанщиков, одного из них звали Мик Андервуд. До этого он играл вместе с Ричи в команде, которая называлась «Изгои». Я ничего не слышал про Deep Purple, хотя в Америке песня «Хаш» выбилась в хиты. Здесь, в Англии, они не значили ровным счетом ничего. Никто не знал этого названия. И как-то Мику позвонил Ричи Блэкмор, сказал, что ищет вокалиста с басистом. И Мик сказал, приходи, послушай нашу банду. Наш вокалист может тебе подойти. Мы играли в зале «Вудфорд Грин», и пришел Ричи с Джоном Лордом. Это был небольшой зал в юношеском клубе для маленьких скаутов. Ричи поднялся на сцену, и мы устроили джем. До этого я их ни разу не видел. И на самом деле, мне они не слишком понравились. Какие-то мрачные персонажи, волосатые, в дорогой одежде, что для меня было признаком принадлежности к другому классу. Мы-то были просто босики. В итоге, они предложили Яну место в своей группе, что вызвало в нашем лагере бурю негодования. Мы не хотели терять своего вокалиста. Через две недели мне позвонил Ян и предложил сочинять для них песни. У меня уже был опыт в их написании. И мы стали партнерами. Все 11 месяцев, пока шестой эпизод не перестал существовать. Всего группа просуществовала два года. И вот он позвонил и сказал, «Слушай, Дипеплам нужны песни? Я собираюсь на квартиру к Джону Лорду, сыграю ему несколько песен. Не хочешь пойти со мной?» Я сказал, «Хочу», и взял гитару. Мы собирались за городом, в Ханвелл комьюнити-сентр. Пустынный спортзал с отвратительным звуком, ужасное эхо. Помню первую репетицию. Ричи сыграл фразу из одной песни Джимми Хендрикса и сказал, что было бы здорово придумать какой-нибудь короткий риф, и чтобы на него накладывался текст. Я начал играть первое, что пришло в голову. И в конце концов, это стало потом песней «Спидкинг. Король скорости». «Спидкинг. Король скорости». Должен сказать, что, на мой взгляд, главной движущей силой Ди Пепл всегда оставался Ричи Блэкмор. Зерно каждого творческого замысла, несомненно, найдено им. Та искорка, рифчик, который хочется подхватить. Да, давайте поработаем над этим. Ричи Блэкмор. 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 Субтитры создавал DimaTorzok Не какая-то отдельная песня, а весь альбом целиком давался буквально потом и кровью. Поначалу мы даже не представляли, что будет так трудно. Ричи сказал, если материал не цепляет, если в нем нет драматизма, ему нет места в альбоме. И к тому же в то время мы много выступали. Два дня в студии, два дня в дороге. И мне кажется, этот, скажем так, метод комбинирования принес свои плоды. И не дал нам скиснуть. Вот почему первый альбом получился таким жестким и бескомпромиссным. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok И когда вышел Deep Purple in Rock, большущий альбом, он продержался в чартах целый год. В поддержку альбома мы отправились в турне по Европе, в платном графике. А в Америке он не прозвучал. Мы как-то забыли про Америку на время, сконцентрировались на Европе. И выпустили следующий альбом, Fireball, совершенно не похожий на Deep Purple in Rock. Помню, когда мы поехали в Германию, они все надеялись, что альбом станет золотым, а он не стал. Но там уже все подготовили, презентацию, вечеринку, и они решили провести таки эти мероприятия. Нас объявили как группу, записавшую полузолотой альбом. Мы не знали смеяться нам или обидеться. Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Машинхед стал попыткой изменить наш саунд. Мы думали о живом звуке. Нам всегда нравился звук живого выступления в зале, театре, где угодно. И в дни работы над альбомом мы много экспериментировали. Выставили барабаны в коридор, чтобы получить эффект эхо. Студии всегда обиты изоляцией, это хорошо для записи музыки фолк, а для рока никуда не годится. И мы подумали о сцене. И решили записать весь альбом при помощи переносной звукозаписывающей аппаратуры. Но только без публики. То есть все прозвучит как живое выступление. Но в случае чего мы сможем переписать испорченные места. Подумали и нашли зал в Монтро, где размещается казино. Каждая уважающая себя группа, гастролирующая по Европе, обязательно выступает там с концертами. И в тот вечер, когда мы приехали туда, должен был выступать Фрэнк Заппа со своей группой. Мы сказали, что хотим посмотреть. Нам ответили, пожалуйста, разумеется. Для нас оборудовали специальные ложи в центре толпы. И около часа мы наблюдали за выступлением Фрэнка Заппа. Все было великолепно. И помню, как толпа стала поглядывать куда-то вверх, на потолок. Откуда посыпались какие-то искры. Крыша была сделана из бамбука. Чисто декоративная. И музыка остановилась. Поначалу это никого не смутило. Фрэнк был великолепен. Он подошел к микрофону и сказал, «Не хочу никого пугать. Пожалуйста, без паники. Но это... ПОЖАР!» Считанные секунды зал превратился в преисподнюю. Это был самый страшный пожар, какой я только видел. Огромное здание. 10-12 этажей. Внутри казино, театры, рестораны, бары. Огромный комплекс. Мы вернулись в гостиницу. Мы жили недалеко от озера Женева. Очень живописный уголок. И наблюдали за пожаром. Он длился много часов. Весь день. Огромное облако дыма висело над озером Женева. Через два дня утром я проснулся и еще с закрытыми глазами громко произнес «Дым над водой». Как будто меня разбудили щелчком. В комнате больше никого не было. С кем же я говорил? Или это было во сне? И на другой день или в тот же я рассказал об этом Яну. По-моему, хорошее название для песни «Дым над водой» подойдет для песни про наркотики. Я сказал «Ты как думаешь? Мне кажется, это песня для Deep Purple». Через пару дней мы придумали риф, а текста не было. Мы всегда так делали. Сначала сочиняли музыку, а потом вдвоем с Яном мы объединяли свои усилия и накидывали на мотив слова. Впечатление от недавних событий еще жило в нас. И я сказал «Почему бы нам не написать про эту песню?» «Почему бы нам не написать про эту песню?» «Музыка» «Музыка», pipeline «См dif am Alice» «Save как мы Mommy!» «Почему бы нам не написать про эту песню?」 «Музыка» Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я навсегда запомнил турне по Японии. Японская публика оказала нам очень тёплый приём. Японцы очень внимательные, аккуратные, сидят сложа руки, во время песни не разговаривают, и взрываются только под конец каждой песни, что совсем не свойственно публике Европы или Америки, где орут и кричат с самого начала без передыху. Японцы больше слушают. Японская сторона заявила, «Мы хотим записать живое выступление». В те годы концертные альбомы были ещё большой редкостью, но им просто не терпелось это сделать. Мы сказали, «Вообще-то нам это не слишком интересно, потому что на наших концертах важен элемент случайности, стихийности. Шоу может оказаться блестящим, а может и провальным, так что вы очень рискуете. Дело может не выгореть». Но они упорствовали, и мы сказали, «Хорошо, мы сделаем это». Но на следующих условиях. Во-первых, за пультом будут сидеть наши звукооператоры, и во-вторых, мы слушаем запись, микшируем, и если запись нам не нравится, то альбома не будет. Вы не станете его выпускать, если он не понравится нам. И последний, он выходит только в Японии, больше нигде за пределами острова. И мы записали три концерта, два в Осаке и один в Токио. В основном, в альбом, сделанный в Японии, вошёл материал со второго концерта в Осаке. В первый вечер мы были похожи на кукол, выступление получилось каким-то неживым, мы были зажаты от волнения. Мы старались играть без ошибок. На следующий день играли более раскованно. И когда вернулись в Англию, спустя пару недель засели в студии, чтобы прослушать записи. В общем, даже не ожидали, как удачно всё получилось. Так был записан диск, сделан в Японии. Думаю, что это, возможно, самый важный альбом в истории Deep Purple. Звукозаписывающая компания не хотела его выпускать, они хотели студийного альбома. Мы сказали, это же тур к альбому Machine Head. Его нужно выпускать сразу за Machine Head, иначе он утратит свою временность. Можно сказать, мы их вынудили. Они выпустили альбом, и, к счастью для них, он стал платиновым. Концертная версия «Дыма над водой» помогла песне состояться. Для меня суть группы... Это живой звук. Это живой звук. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я был звездой в середине сцены. Ричи сиял слева, а Джон был ее звездой на правом фланге. Шел непрерывный бой, дружеская схватка. Кому из нас удастся обратить на себя свет прожекторов? Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok В те дни джемы были частью выступления. Песни могли длиться по полчаса. Это было похоже на потасовку, в смысле множества трюков, понимаете, чтобы оттеснить другого участника коллектива. Когда мне было 11 лет, я целый год занимался классической гитарой. Разучивал баха и тому подобное. В этом что-то есть. Я не слишком углубляюсь в эту совершенно другую манеру игры. Это пальцевая техника, я и не занимаюсь. Я играю медиатором. В свою игру я вплетаю классические интонации. Возможно, даже чаще, чем приемы классики хардкора. КОНЕЦ 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 И это случилось. Ян с Роджером собрались уходить. Причиной стал напряженный режим концертной работы. За год до ухода Яна. 72-й или 73-й, кажется. Нет, 72-й. Мы сделали 6 туров по Америке. Было забавно. За полгода до своего ухода Ян предупредил нас об этом. Что было с его стороны весьма вежливо. Мне тогда действительно казалось, что это конец. Я подумал, ладно, мы хорошо подзаработали. И как-то в ресторане, куда меня привел наш менеджер Джон Калетер, он показал мне номер Билборда. Мы оказались на 11 позициях с синглами, альбомами, переизданиями. Мы были везде. Это был взрыв. И в тот год, 73-й, мы были самыми продаваемыми артистами в США. И Джон сказал, ты не можешь все это затормозить. Я сказал, ну так и придется поступить. Я потерял певца, басиста, барабанщика. Нет никакого выхода. И он сказал, найди им замену. Честно говоря, я даже об этом не думал. Эта мысль никогда не приходила мне в голову. Я подумал, нет, когда-то мы уже меняли певца и басиста. Мы больше не можем так поступить. Я высказал все Ричи, и он сказал, хорошо, давай попробуем. Мы организовали прослушивание, через которое прошли, наверное, тысячи музыкантов. И одним из них был Дэвид Кавердейл. Великолепный голос, поразительный слух. И мы взяли его на работу. И в те дни мы прослушали Глена Хьюджиса, который играл в тот момент в группе под названием «Трапеция». Нечто феноменальное, абсолютно замечательно. Он пел просто сказочно. Приятной внешности, волосы до пупа. Классно играл на басу, и мы взяли его. В SWEAT. ПОЕТ. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вскоре после прихода Дэвида и Гленна мы отправились в Америку с концертом «Джем» в Калифорнии, на которое пришло около 400 тысяч зрителей. Грандиозно. Мы прибыли на вертолете, и когда мы спускались к сцене, я как будто видел огромный город. Невероятно. На афишах попадались совершенно разные имена. Там были «Иглз», «Силс и Крофт», «Группа Америка», «Блэк Саббат», «Эмерсон, Лейкен, Палмер» и масса-масса других. «Блэк Саббат», «Эмерсон, Лейкен, Палмер», «Эрф, Вен и Файер». Ричи повезло, что в Калифорнии его не арестовали. По контракту мы должны были выступать на сцене, оборудованной специальным световым оформлением. Предполагались световые эффекты. И мы сказали, что появимся на закате. Ведь нужно спланировать порядок выступлений. Полчаса перерыв, чтобы подключиться или что-то еще. Мы хотели выйти на закате. Любое большое шоу начинается поздно. Разве не так? Но это шоу началось рано. Где-то за час до наступления темноты они пришли и говорят, «Ваш выход». Ричи сказал, «Нет, еще не выходим». И заперся в гримерной. Это нас задержало. И пришел этот парень. Стал на нас орать. Парень с телеканала ABC. Очень злой. Но с богатым словарным запасом. Конечно, публика стала немного переживать. И дело закончилось тем, что промоутер, кажется, с ABC или еще откуда-то привел местных шерифов, чтобы заставить Ричи выйти на сцену. Ричи сказал, «Нет, я не выйду». Они ушли, раздумывая, что делать, и потом вернулись с ордером на его арест на случай, если он не выйдет на сцену. И нам пришлось его прятать. Мы скрывали его, пока не зашло солнце. Обычно на сцене я одиночка. Я с головой ухожу в свой маленький мир. Люди воспринимают это как «А-а-а!» Он недоволен вокалистом или чем-то еще. Но так бывает редко. Вся штука в том, что я концентрируюсь на своей музыке. Я люблю свой уголок на сцене. Ричи учинил свою знаменитую расправу над телекомпанией. Ричи пять раз повторил оператору, что тот стал слишком близко. Дескать, мне нужно пространство. А парень не послушался. И он расколотил гитару о кинокамеру. Дескать, мне нужно пространство. Для этого выступления он припрятал за усилителем сосуд с бензином. Но слегка переусердствовал. Он хотел эффектного финала. Именно в этой песне. И он, вы можете это увидеть на пленке, кажется, будто он движется в танце. Но нет. Его отбросило взрывом. Я был на другой стороне этой огромной сцены. Меня прибило к органу. Мощь взрыва, когда рванули усилители, была ужасающей. Фрайни. После прихода Дэвида и Глена, мы записали пару альбомов. Альбом Stormbringer, который не нравился Ричи, что, в общем, стало причиной его ухода. Просто я почувствовал, что группа становится слишком блюзовой, и не просто блюзовой, а какой-то фанковой. Я не люблю фанк и соул. Я люблю блюз. Люблю классическую музыку, хард-рок. Средневековый рок, но не люблю фанковый блюз. Он сказал, с меня хватит, я ухожу. Потом и я сказал, хватит с меня. Больше никаких замен и рокировок, я ухожу. Потом ко мне подошел Дэвид, умолял меня остаться. Он сказал, я слышал гитариста, который сможет примерить Ричи на рубаху. Его зовут Томми Болин. Томми оказался замечательным человеком, но, как оказалось, он был потерянной душой. Он крепко сидел на героине. He was dreadfully into a heroine, I give my belief. Старк Рига! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Мы играли концерты, тут посмотрели друг на друга и оба сказали, я больше не могу. Это был 76-й год, в марте 76-го. Я ушел из музыкального бизнеса и ничем не занимался. В августе 78-го раздался первый звонок от Дэвида Ковердейла, который потом стал названивать часто. Ну, знаете, всякие просьбы, мол, не придешь ли поиграть. Я сказал, что больше не хочу этих скитаний, дорог. Я хочу начать семейную жизнь. Но он не унимался. И я сдался. И присоединился к группе White Snake в августе или сентябре 78-го. И оставался участником группы до 83-го года. Думаю, это была чудесная группа. Но потом стали проскальзывать все эти штучки, я имею в виду все эти яди-яди-яди. Ну, вы понимаете. И я решил уйти. Я сказал об этом Дэвиду, на что он возразил, останься еще хотя бы на три месяца, пока мы не закончим турне. И я остался. И в это время мне позвонил Ян Гиллан и спросил, как ты смотришь на то, чтобы нам заново собрать Пепл? Я сказал, ты с ума сошел. Ричи никогда не согласится на это. Но он сказал, что это была его идея. Хочу сказать, это было фантастически. Состоялось великое воссоединение Дип Пепл и первый концерт. Мы отыграли несколько концертов в Австралии, и потом здесь, в слякотном Недворде. У нас были незабываемые воспоминания о днях воссоединениях. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Джо Лин Теннер, вокалист DimaTorzok 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 Я пытаюсь делать собственные шаги, оставить свой собственный след. План состоял в том, чтобы понять, чего мы достигли к 1993. Я думаю, мы не стоим на месте. Люди спрашивают, в каком направлении вы сейчас движетесь. Вы продолжаете идти вперед, пытаетесь не завязнуть в рутине. И я много занимаюсь и развиваюсь. Возможно, я не играю каких-то запредельных соло, но стараюсь использовать все свои способности. И это... это мне нравится, и это главное. И я надеюсь, что доставляю радость другим людям. Меня каждый раз бросает в дрожь. Я все еще волнуюсь перед каждым концертом и надеюсь, так будет и дальше. Я хочу играть до 98-го года, года нашего 25-летнего юбилея. Думаю, будет забавно выйти на сцену и сказать, «Ну вот, нам и 25». Звоните ли радиокомпании «Петербург», «Пятый канал», 2006 год. «Петербург» 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 «Петерб Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok